Итак, операция продолжается. Минобороны, которая поначалу рапортовала о том, что украинская ДРГ в тысячу человек, по их же собственным сообщениям, вытеснена, блокирована, уничтожена. Сейчас немножко поменяла тон, но в целом тон там остается такой победный. Наносятся удары, наносится огневое поражение, противник будет остановлен, сказал Герасимов на заседании Совбеза и вытеснен или там отброшен за линию государственной границы. Малой кровью могучим ударом, как говорилось в свое время. За сутки, пишут в Минобороны, противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники. Это примерно половина от того, с чем по сообщениям Минобороны украинцы вошли на российскую территорию. То есть, украинская группировка, по идее, уже небоеспособна. 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники. Это полностью уничтоженная батальоно-тактическая группа. Но при этом, каким-то образом, они продолжают продвигаться, хотя Минобороны говорит о том, что продвижение остановлено. Совершенно других мнений, другого мнения, точнее, придерживаются различного рода Z-каналы. Они пишут там, тоже очень много всяких поступает сообщений. Есть сообщения от Z-каналов, военблогеров так называемых. А есть сообщения в местных пабликах. И они так плюс-минус между собой перекликаются. Так вот, судя по сообщениям Телеграм-канала, который близкий к Минобороны РФ, но пишет иногда все-таки такие вещи, более-менее близкие к реальности, что украинские формирования, хоть ты тресни, они могут написать украинские войска, украинские военнослужащие, ВСУ и так далее. У них как будто блок какой-то стоит на эти словосочетания. Ну, как вот у того же Поддубного, да, как он говорил, формирование киевского режима. Но об этом мы скажем чуть позже. Так вот, заняли формирование. Заняли половину Суджи. Это административный центр Суджанского района. Взяли под контроль дороги вокруг города. В Судже идут стрелковые бои, в том числе на восточных окраинах. Независимых подтверждений этой информации нет. И телеграм-канал местный паблик заявляет, что в Судже нет украинских военных. Но тут же в предыдущих буквально сообщениях утверждает, что город находится под контролем ВСУ. Еще раз говорю, информационный хаос ни черта не понятно. Понятно только одно, что украинцы, судя вот по этой карте, которую публикуют сами же провоенные блогеры российские, продвинулись вперед почти уже на 20 километров. Сейчас контролируют территорию порядка 350 квадратных километров. Это вдвое примерно больше, чем российская армия захватила украинской территории с начала этого года. И то ценой, как мы знаем, чудовищных потерь и невероятных усилий в тяжелейших боях. Здесь же украинцы вот как по маслу прокатились до этой Суджи. Пишут про бои вокруг поселка Коренева. Туда подходят российские резервы. Правительство Курской области вообще никак не комментирует эти сообщения. Но это даже и правильно, я считаю. В конце концов, это военные должны комментировать. Они просто сообщают о том, что сбито столько-то беспилотников, столько-то ракет. Но при этом местные писали о взрывах рядом и над городом Курчатов. Там, где находится Курская атомная станция. И вот, собственно, видимо, эти дроны пытались сбивать и эти ракеты. По заявлениям того же Министерства обороны, 16 беспилотников перехвачены. Там часть над Белгородской, часть над Курской областью. При этом российские же военкоры пишут, что, внимание, Суджа для нас в целом потеряна. А это важнейший логистический хаб. И противник пытается это преимущество разыгрывать. От Суджа идет дорога на Север, на Льгов, по которой он тоже пытается продвигаться. Через Суджу, писали в частности, шло отчасти и снабжение группировки Север, которая вот наступала, российской группировки Север, которая наступала, соответственно, в Харьковской области. Ну и Минобороны, опять подразделения, группировки, войск Север и ФСБ продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Суджинском и Кореневском районах Курской области. Все у них вот уничтожают, вытесняют, продвижение противника остановлено и так далее. Но, опять же, в различного рода околовоенных пабликах там ситуация выглядит совершенно не такой уж и радужной. Вообще, ситуация напоминает мне очень сильно осень 22-го года наступления ВСУ в Харьковской области. Напомним те события, ВСУ начали наступление. Судя по всему, тогда, вот у меня, я вот в этом совершенно убежден, что украинское командование закладывало в эту операцию куда более скромные результаты. Максимальным из которых являлось подойти к Купинску на дальность применения артиллерии, чтобы огнем контролировать вот Купинск-Узловая, логистический хаб. Для снабжения всего северного фаса фронта. Но российский фронт начал расползаться, как мокрый картон. Украинцы покатились, и вот докатились аж до Купинска и аж до Лимана. И только за ними начала уплотняться российская оборона. Они там зацепились за реку, не помню ее название сейчас, но это не важно. Туда начали подтягивать резервы, а резервов для развития успеха у украинцев не было. По той причине, что Генштаб не закладывал такие результаты. Вот я в этом совершенно убежден, что если бы украинцы имели на том направлении мощные резервы, они бы тогда обвалили бы весь северный фас фронта и возможно вообще поменяли бы всю конфигурацию этой войны. Но уже что сделано, то сделано. Все равно результаты у той операции были весьма впечатляющие. Освободили почти всю Харьковскую область. На большей ее части отбросили российские войска за линию государственной границы. После этого была еще наступательная операция Херсонская. Но там российские войска буквально были вынуждены уйти на левый берег Днепра. И вот после этого больше крупных наступательных успешных операций в ходе этой войны не было. Вот с такими результатами за несколько дней освободили такую территорию. Вот сейчас украинцы предприняли вот такое наступление. Что любопытно, в украинских пабликах, в украинских особенно официальных медиа вообще полнейшая по этому поводу царит тишина. Вот абсолютно. Такое ощущение, что ничего не происходит. Даже сайт Deep State, на который я тоже опираюсь как на источник, он свою карту в этом районе не обновляет. Там нет никаких продвижений, нет никаких стрелок, указывающих на то, что украинские войска там куда-то наступают. Как будто инопланетяне какие-то высадились, значит, и ведут там наступление. Пишут об участии четырех бригад как минимум, скорее всего их больше. Там, естественно, в российских пабликах завывают по поводу того, куда смотрела наша разведка и так далее и тому подобное. И, в общем, возникает такой вопрос, собственно, а для чего это все украинцам нужно. В России уже придумали еще одну версию объяснения. Этому нужно показать своим иностранным спонсорам, что мы, вот, дескать, умеем воевать. И для этого они, значит, вторглись в Курскую область, топчут нашу землю, значит, и по ней катаются немецкие танки с крестами на бортах. Да где это видно? Кстати, председатель комитета Бундестага по обороне в ответ на вопрос, а это правда, что ВСУ использует немецкие танки в наступлении на Курскую область, сказал, это теперь не немецкие танки, это теперь украинские танки. И вот где хотят, там пусть и используют. Но при вот внимательном изучении всей этой истории у меня вдруг возникла мысль, что украинцы до сих пор вот на третьи сутки операции после вполне успешного продвижения, когда в российской армии царил хаос, когда группировка прикрытия границы буквально разбежалась, они так и не ввели в бой второй эшелон. Это довольно странно смотрится, хотя казалось бы, для развития успеха вот самое оно сейчас вести, тем более, что действия российской авиации, это единственный был козырь российского командования, фактически парализован, украинцы рискнули, сосредоточили большие средства ПВО в этой наступающей группировке, сбили несколько вертолетов, отогнали авиацию, она сейчас проявляет вот такую прям странную даже для нее пассивность, сутки практически, не летает там ничего, и вот казалось бы, самое время вводить туда второй эшелон, но они его не вводят. Из чего можно сделать такой вывод осторожный, что главное событие-то еще впереди находится, и что вполне возможно, что операция в Курской области это операция прикрытия, или операция отвлечения, отвлекающая операция, вот так будет даже, наверное, корректно сказать, и что главные события могут произойти на другом направлении. Оказывается, ходить через границу, наступать, нападать, да, это дорога-то с двусторонним движением, и украинцы могут сейчас атаковать в Белгородской области, могут атаковать там в Воронежской, какая там из них уже граничит, я уже запутался в них, но это не важно. То есть на любом другом участке, в то время как сейчас большая часть резервов при граничии отвлечена вот на парирование их наступления в Курской области, или ударить вдоль границы в Харьковской области, отсекая вот эту вот группировку Север, те ее части, которые еще находятся на украинской территории. Ну вот район Болчанска и район чуть севернее, где на Харьковском, но на направлении на Харьков тоже происходили подобные события. Трудно сказать, в генштабе Украины это знают, мне они не докладывают, слава богу, мне такие секреты и даром не нужны, просто пытаюсь анализировать и пытаюсь понять, в чем вообще замысел этой операции, вот у меня начинает формироваться такое ощущение. Тревожно, как написал один из российских провоенных, проправительственных блогеров, вот об ощущениях от этой операции. Он тоже, кстати, обратил внимание на то, что украинцы так и не вели в бой второй эшелон. Ну и на все это дело, как я уже сказал, наложилась история с Евгением Поддубным. Это корреспондент ВГТРК, такой военкор, так его можно охарактеризовать. В его машину прилетел экспиведрон, начали писать, что он погиб там, потом оказалось, что он живой, ожоги, осколочные ранения, в тяжелом состоянии, доставлен в больницу был в Курскую областную или там в какую-то другую из нее в Курскую областную и так далее и тому подобное. Я как бы с ним не был знаком в прошлой жизни, во время моей работы в России. Там пару раз где-то мы пересекались на съемках, но при этом мы не общались и не были даже знакомы. С точки зрения журналистики у меня к нему вопросов нет. Еще раз повторяю, человек, который употребляет вместо словосочетания украинские военные, украинская армия или ВСУ формирование киевского режима, иногда он опускает слово киевское просто в формирование режима, это смотрится по-идиотски абсолютно, глупо смотрится. Я понимаю, что свое начальство, свои установки, свои задания, но он как будто бы считал это какой-то своей фишкой. Даже многие другие употребляли словосочетание украинские военные или украинская армия. У этого было формирование киевского режима, хоть ты тресни. Поэтому как журналисту к нему вопросов не имею. Но вся эта история обращает на себя внимание двумя довольно любопытными моментами. Первый из них заключается в том, что вчера, когда эта вся история произошла с ним, вдруг резко, как будто бы в Курской области прекратились всякие боевые действия. Все стали писать только про поддупного. Погиб, нет не погиб, да вот погиб, а вот этот депутат сообщил, а потом он свое сообщение удалил, а потом вот этот, а потом тот. Официальное сообщение такое, официальное секоя. Доставлен в больницу, пятый, десятый. Ну в итоге выяснилось, что он тяжело ранен, но жив. И вот доставлен в Курскую областную больницу. После чего, и вот это второй момент, его перевезли в Москву. У него ранения это осколочные контузии, ожоги. Как бы, ну, тяжелые ранения, спору нет, но совершенно характерные для войны, для боевых действий, это не системная красная волчанка, которую умел лечить только доктор Хаус из одноименного сериала, да. Эти травмы, очень характерные, еще раз говорю, для боевых действий, должны уметь лечить в любой больнице. Более речь шла об областной больнице довольно крупного города, Курского. Тем более, что Курская область фактически прифронтовая уже пару лет, как минимум. Там постоянно что-то прилетает, и местные врачи должны уметь обращаться с такого рода травмами и ранениями. Кроме этого, перевозка такого тяжелого раненого, тяжелого пациента, обычно это большой риск для его здоровья. Но, по всей видимости, уровень медицины в регионах такой, что вот людей, так сказать, заслуженных, да, для власти важных, предпочитают вывозить в Москву и там лечить. У них, кстати, где чего не происходит, обязательно везут в Москву. На Сахалине что-нибудь случилось, я не знаю, там, в Алтайском крае, в Коме АССР, неважно, где что не произошло, всех везут в Москву. Потому что, видимо, адекватная медицина сейчас сохранилась только в Москве. Ну, еще в свою бытность в России. Я много ездил по провинциям, видел там эти больницы. Это, конечно, страх и ужас, но это был-то почти 20 лет тому назад. С тех пор лучше там точно не стал. И вот история с Поддубным так чуть-чуть эту проблему подсветила. Но понятно, что никто там укреплением медицины в регионах заниматься не будет. Не до того. Есть задачи поважнее. Итак, в сухом остатке, что мы имеем на данный момент на третьи сутки сражения в Курской области? На третьи сутки Курской битвы 2-0. Украинцы прорвались на территорию Российской Федерации, вклинились на довольно большую глубину. Для этой войны 15-20 километров это большая глубина. Это не оперативный, но тактический успех, безусловно. Сейчас они расширяют головину прорыва. Сосредоточили у границы большие резервы. Об этом, кстати, тоже пишут Z-каналы. Опять задавая вопрос, как мы проспали не только первый эшелон, еще и второй. И вот эти резервы сосредоточены, но в бой не вводятся. В бой они будут введены либо позже, либо вообще введены не будут, либо есть какой-то другой замысел. И вот это вот такой самый, пожалуй, любопытный и интересный момент во всей этой истории. Пока российская армия парировать это все дело не может. Группировка прикрытия границы разгромлена. Сейчас подтягивают резервы. Есть проблемы с использованием авиации. Украинцы пытаются закрепляться сейчас в захваченных населенных пунктах. Их уже как минимум 10. Частично контролируют, во всяком случае, по некоторым данным, город Суджа. Там опять же река пополам. И вот одну из половин этого города они контролируют. И в целом история эта не закончена. И история эта, как мне представляется, может получить довольно неожиданное развитие. Так что последим за ней обязательно. Поэтому сейчас у нас как бы весь фокус нашего внимания сосредоточен на Ближнем Востоке. Это вот Израиль, Иран, Хизбалла. Вот этот треугольник. И, соответственно, в Украине пока следим за ситуацией в Курской области.